я у всем привет с вами маги это видео блог магазина snicker head сегодня у нас кроссы на прокачку и в гостях у нас пензенский вампир мой кореш white панк погнали так ну вот мой дорогой гость приехал добро смотри мы виделись по моему около трех лет назад последний раз было сюда к вида у тебя довольно сильно изменился стайл расскажи как в какую сторону почему и что еще нового случилось за три года как ты пережил эту болезненную коронавирусную историю по сути тот же стилек просто просто немного другой то есть я все так же просто пиздяйский как бы пытаясь муть мутить что-то у себя на голове как бы река он сбыл всегда просто его стало еще больше вот стало еще больше черного то есть более в какую-то готическую тема я ушел до нежели там такое знаешь артист который поддерживает стритвир и все такое то есть этого стало меньше в моей жизни определенно супрема короче стадас supreme был распродан это круто на самом деле ты можно сказать такой повзрослел до стало меньше меньше каких-то надписей на футболках мне меньше капитализма стал чувствами шмотками ты же делаешь у нас тоже дизайн да да делаем просто кастами да с пацанами из пензы все вроде в кайф это как больше хобби потому чтобы расслабиться или еще что-то но как бы есть какие-то мысли до делать что-то не один к одному до что-то для людей так сказать кстати хороший вопрос из темы творчества была песня группы тату вот я про это хочу послушать да-да-да-да вкатило это очень круто и я но это не один артист повернул исполнителем культу но твоя версия была крутая но как вообще это получилось есть такой чел октябрь это чувак он снимает платья не и мы с ним вот общались очень много и в какой-то из диалогов он типа говорит за что такое типа сергей голая я сказал что я не знаю кто такой сергей голая на грубе тату я естественно же знаю он вот смотрел интервью и когда там какой-нибудь интервьюер спросил у этого сергей голая на типа кого-то можешь выделить он сказал только вот меня это очень странно я ему написал то есть да он удочку закинул во вселенную типа я ему написал то есть не было этого предложения даже нет 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 это вот просто как-то списались все четко потом посидели на студии что-то там по приценивали дерьма друг другу поняли что надо что-то сделать вместе по-любому потому что да все любят тату я тоже в тату вообще как-то в детстве я не ну я не понимал я не понимал вообще смысл песен потому что есть да сейчас легко понять группы тату на время одни время как можно любые такие песни простые движения простые движения как бы в детстве просто мы делали простые движения сейчас взрослые движения но как бы когда я понял вообще сам смысл этого проекта то есть это был восторг что я спустя так много лет понял еще концепцию этой группа чем она для чего зачем и как вот в общем там они уже делали трибьют альбом и вот меня тоже позвали там поучаствует дали список песен каких-то я естественно не стал там нас не догонит но у меня тоже есть своя версия нас не догонит может быть скоро и выпущу не за решил просто вот какие-то рандомно взять даже можно сказать да рандомно название песен и сделать по-новому просто потому что я знаю что все будут брать только хиты то что уже мы слышали миллион раз напомню да они не будут это как бы переосмысливать там я еще мы работаем с олегом лспой как-то очень долгое время сидели и вот я предложил ему такую тему давать ну клоуна это сделаем ну вот сделали этот рэк потом я еще там новую модель сделал трек там еще должен должна была быть интер люди интро там типа вообще супер крутая тема как в кино как тренд разнор типа и и она вот не вошла к сожалению а так очень-очень крутой кола мне очень крутой кола мне очень зашло слушай ну я вообще знаю что ты парень очень продуктивную музыки вообще очень широко смотрящий на всю эту историю не привязываешься к стайлу хотя все равно тебя все привезут кип-хопу да 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 стойки есть и стойки да не сама шанс имея такое большое количество материалки плана 22 год чем будешь радовать и будешь ли много или будешь держать все до лучших времен не знаю очень долго думал над этим безумно долго очень долго рефлексировал на фоне вообще всех событий которые происходят последнее время я просто был даже не готов идти на студию чтобы что-то записать там не куча материала но вот с этими обстоятельствами первое время я очень был осознать до тяжело было вообще понять где ты находишься и что тебе нужно дальше делать спустя какое-то время нахождение в долгой апатии тип я понял что наверно должен выпускать музыку потому что музыку надо выпускать люди должны слушать получать эмоции как бы надо вот попытаюсь помочь хотя бы так правильно это мне кажется единственное что мы можем делать делать то что умеем делать вот да согласен поэтому я думаю будем потихонечку что-то выпускать придумывать я думаю да материал будет то есть и я говорил что у меня там после альбома будет но такой перерыв отдых какой-то и мне вот осталось как раз куча материал которого мне надо выпустить возможно что-то вот это все по выпускаю доведу до ума и реально уже отдохну прям хочется основательно основательно отдохнуть забыть правил студию там заняться чем-то другим чинить мопеды гулять собаками чего угодно слушай да я знаю ты любитель вообще такого правильного отдыха вот именно спокойного отличного от твоей как сказать визуально да я знаю просто на самом душе очень такой теплый хороший парень да очень домашний на самом деле чувак хотя его образ не говорит об этом но когда у тебя каждый день как тусовка ну да с другой стороны уже как будто живешь в этой тусовке и начинаешь вот ценить вот просто хит обычную вещи да что просто никто не орет не гудит ничего не кричит все четко типа время есть никуда не опаздываешься не надо я понял слушай не буду мучить долго мы собрались по определенному поводу я стараюсь когда смотри тогда мне нужны от тебя вводные скажи чтобы хотелось я попробую все это учесть и собрать во что-то цельное хотелось бы на самом деле что-то готическое до чтобы силуэтик был рек ованс по-любому вот должен должен как-то визуально визуально вдохновлять меня чтобы думал чтобы вспоминал про рек ованса когда их видел хочется что-то обязательно придумать со шнурками то есть с какими-то может быть маленькими стрепчиками не знаю хочется что-то придумать что-то необычная сушнуровка с внешним окей 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 ну слушай в принципе сейчас дать его или еще накидаешь да поэтому мне в принципе этого хватит я подумал у меня есть пара идей ну ты я знаю на пару дней мозг думаю что я успею все сделать и отправлю в пензу тебя уже в твоих шузах все бро давай мы тебя короче ждем я парни в этот раз по сложнее будет задачка не просто переделать расцветку в этот раз white панк рэпер но при этом с эстетикой готики вампиров всего даркушного металл панк-рок очень нравится рек ованс как дизайнер и вообще эстетика даркухи авангарда то есть это надо будет учесть я думаю что за пример мы возьмем кроссовки гео баскет там есть еще дополнительные шнурки бежевого цвета более тонкий их надо тоже как-то добавить саму модель поэтому пока вот такая история я думаю по материалам я разберусь пока пойду посмотрю выберу и покажу как я это вижу от тебя мне нужен дизайн от тебя дополнительные фишки идеи у нас как обычно всего пару дней надо успеть до его отъезда поэтому чуваки погнали ну чё гостин как у тебя по части вампиров каждый раз койт в этот раз нас рэпер white панк его еще зовут и вампиры все я из вампиров только сумерки все части смотрю ну я на самом деле думал очень долго придумал пару фишек которые мы попробуем сделать все маги будет делать я их придумал первая фишка это люверсы на которые мы бахнем дополнительную шнуровку это как это было на оффлайтах на данках пропустим дополнительно и их можно расположить так чтобы сделать перевернутую звезду как раз готика вот этот черноха white панк все что ему нравится будет такая дополнительная шнуровка в виде звезды и вторая идея я вообще не знаю как он будет это делать но она тоже прикольная короче у река он обычно нас и на кроссах идут вверх типа вот так получается и я попрошу маги чтобы он попробовал сделать так же это будет очень странно на единичках и вообще сникер хэда не любят когда нас и куда-то там вверх или банановые но здесь это должно смотреться прям круто то есть попробуем поднять переднюю часть кроссовка и так у нас white панк у нас мрачная эстетика у нас вампиры я думаю лучше сделать это в более темных тонах либо черный либо с добавлением белого за основу мы возьмем эстетику река лансов мы поднимем сантиметров на 5 язычок кость еще добавила дополнительную шнуровку и мы приподнимем нос парни короче я посмотрел чего нарисовали кайф по материалам я думаю вот такая толстая видите кожа не эта часть хотя она при носке будет вот так вот интересно мяться в этом есть что-то отрика мне кажется у нас будет вот такая часть задействована и белая дублировка которую ты сказал она просто на гладкой но тоже толстенькая вот и сами петли я думаю тоже из нее же дело чтобы они были массивные и как сказать не оторвались что ли подошву мы взяли эйси со от вот таких вот гортексиков недавно вышедших и она интересная белая с черным идея снос мне очень понравилась будем пробовать не знаю получится нет но это интересно так что я погнал так пока собственно ждем панка покажу и расскажу вам про кроссовки что мы видоизменили первое что бросается в глаза это конечно увеличенный язык сделан он из той же кожи примерно что и река вансовский гео баскет очень популярные кроссовки сейчас можете у искалифа в них увидеть и продублировали еще также белой кожей тоже довольно таки толстый поэтому сшивать и затягивать их было довольно сложно сделали отверстие для шнурков точнее такие петли специальные и пустили фирменный шнурок тонкий который присутствует в принципе на многих моделях от река ванса я думаю что все задачи мы справились плюс визуально мы добавили немножко пришлось изменить колодку поднимали носок вверх здесь мы не стали перебарщивать на что нам позволило сделать подошва и получилось принципе мне кажется очень здорово ну будем ждать реакции главного нашего гостя так ну ты готов давай бро доставай дополнительный шаркет я тоже закинул это полное мясо это полное мясо ну ты понял да все фишки которые ты хотел мы пытались учесть ну и конечно отличительная черта это длинный язык на который я не стал ничего набивать если тебе что-то придет в голову мы всегда можем сюда нанести что хочешь бро это мясо мое почтение а с вами был маги и видеоблог магазина snickerhead не забывайте подписан наш канал жать колокольчик ставить лайки пишите кого из гостей вы хотели бы увидеть у нас в следующих передачах мир субтитры делал DimaTorzok